Девчата, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Виктория, я из Украины, живу в Германии. Вы меня, девочки, часто спрашиваете про ароматы Zara, да? Вот я пришла сегодня показать вам, что тут есть. Начнем, давайте, с вот такого аромата. Я знаю, что вот этот и вот этот, это два парфюма, как копия на Бакару, да? Вот это на обычную Бакару Классику, а вот этот на в красненьком флаконе в потемнении, где красное стекло Бакары. Вот это, да, вот они пахнут Бакарой, но оба причем. Это такая, ну, как такая самая бюджетная копия, мне кажется, потому что на самом деле много-много есть копий на Бакару, но вот эти вот два, вот Zara, они прям, ну, так неплохо. Кто ищет что-то прям вообще бюджетно, девочки, вот попробуйте, видите, вот название, значит, называется Red Zara Temptation. Red Zara Temptation в парфюме и тоже в парфюме, только вот Winter написано еще здесь, видите, Winter. Red Zara Temptation Winter, да, а здесь нету ничего. Вот это Бакара, который в красном стекле, да, а вот это обычная классика, вот цена. Давайте посмотрим на цену, что оно стоит, вот, в общем, 23 евро, грубо говоря, стоит вот этот вот парфюм, да. Один объем, я вижу, маленьких нету, поэтому это тоже, наверное, 22, давайте посмотрим еще этот. Да, точно так же, вот, девочки, 23 евро. Но я помню, года два назад, по-моему, он был подешевле, он был что-то там 16, 17, но парфюмы подорожали, поэтому мы с вами все дорожали, девчата. Так, вот, значит, дальше у нас есть здесь такие вот ароматы. Ой, это пахнет Libre от Yves Saint Laurent, значит, смотрим. Аромат называется Zara Golden, Zara Golden De Sait. Короче, вот это мне пахнет Libre Intense от Yves Saint Laurent, вот, читайте название, вот. Вот, так, давайте проверим, ну, наверное, стоит точно так же, правда, я так думаю. Давайте посмотрим. Да, тоже 23 евро. А вот это, который рядышком, я так понимаю, вот, видите, они, один, значит, у нас идет в таком вот, в бежевом, в бежевая коробочка, а вторые идет в белой. Сейчас попробуем, вот он здесь стоит. А вот эта версия полегче немножко. Ну, в общем, ванилькой пахнет, какими-то баба тонко, какими-то мирольками. Ну вот, девочки, вот вам Libre от Yves Saint Laurent. Так, что у нас здесь еще? Zara Amber Fusion. Zara Amber Fusion. Ой, это... О, господи, это знаете, чем мне пахнет? Jaddy от Signature. Erbapura от Xergeov. Ой, капец, такая амбра дымная с фруктами. Так, Zara Amber Fusion. Сколько стоит? Так же, короче, они все одинаково стоят. Ой, черчата. Так, гипнотик ванила. В таком черном флаконе. Ой, пахнет этим гипнотик. Ой, Зана Диор немножко отдает что-то. Видите, здесь уже есть поменьше объем. Да, объем поменьше. Давайте посмотрим. Вот объем поменьше. 13 евро. На 10 евро дешевле. Ну, чтобы поиграться, можно взять. Вы знаете, вот аромат, который у меня у сестры остался в Украине? От Zara. Гибискус от Zara. Он пахнет туфлей от Caroline Herrera. И он очень классный. Прям он очень яркий, такой шлейфовый, насыщенный. Поэтому, ну, в общем-то, Zara делает такие, знаете, достаточно неплохие духи. Вот, видите. Тут снизу у нас еще всякие вот есть. Вы мне пишите, что бы вы хотели, да, чтобы я там вам попробовала. Так, что это такое? Hipster Ud. О, тут даже Уда есть. Ничего себе. Вот, видите. А, вот этот вот у моей сестры есть. Wonder Rose. Он, по-моему, пахнет каким-то Miss Dior. Чем-то таким фруктовеньким. Так. Вот, видите, девчата. Много-много-много ароматов. На любой вкус, как говорится, на любой цвет. Поэтому. А цены, да, кстати, на вот эти. Давайте посмотрим, например, на вот эти. Вот 8 евро. Видите? Подешевле. Так, девчонки. Примеряю такую вот любленочку. Которая сейчас очень популярная. Видите? Ну, мне кажется, что она какая-то очень большая. Какая-то прям, ну, такая, видите, вот шубка. Цена. Сейчас посмотрим. Посмотрим. В общем, я в настояну. Ну, вот моя старенькая. Видите? Вот это. Ну, это, конечно же, косуха. Это не дубленка. Но все равно смотрите немножко, ну, так, знаете, как поменьше, да? Потому что так какая-то очень прям большая. Ну, вообще, она красивая. Сейчас очень популярная. Что-то я не знаю. Так, девочки, сняла немножко в духах зарыш. Так, девчонки, вот смотрите на такой прелестный флакончик. Марк Джейкобс. Вот этот вот перфект. Туалетная вода. Это новинка. Ну, как всегда, офигенный флакон. Я просто обожаю все вот эти бантики, туфельки, кошечки, вишенки, да? Вот красивый очень флакончик. Я попробовала. Ну, мне это пахнет цветочками, фруктиками. Вот такой, знаете, такой легенький свежечок. Но есть какая-то ванилька, какая-то сладость прослеживается. Но все равно. Очень легко, очень приятно. Вот я бы такое носила. Значит, вот выглядит это вот так вот в коробочке. Это 30 миллилитров у нас. И, наверное, сколько там? 80, 50, 50, 30 и 50. Цена за 30-ку 60 евро. И за 50-ку вот 93 евро. Этот есть в таком вот золотом флакончике. Наверное, видите, это такой же, только в золотом флакончике. Но это, наверное, посильнее. А, это написано, что это лимитированная коллекция какая-то. Ну, здесь все лимитки, но их потом легко можно найти. В общем, все вот эти. Видите, их уже очень много. Но я знаю, мне вот этот вот нравился. По-моему, самый первый, который или второй. Какой-то, ну, в общем, с такой вот желтенькой жидкостью. Он чем-то мне напоминает Libra, ты в сам Норан. Вот. Но вот это очень приятное, кстати. Вот этот флакончик, он очень красивый. И аромат очень приятный. Можно такое носить. Так, девочки, вы меня еще спрашиваете про... Часто про вот этот вот девошин у Dolce & Gabbana. Да. Стоит ли его покупать? Мне девчонки в Инстаграме писали, в Ютубе писали. Вы знаете, смотрите, если у вас есть лира вот в Казамарате, я бы не покупала. Если у вас нет, вам хочется гурманики такой вот, ванильки, каких-то булочек, покупайте. Но он не шлесит. Он сидит очень близко к коже. То есть, это такой парфюм, который я называю для себя. Я очень люблю лиру и часто его ношу. Муж мне часто делает комплименты. Вот это очень похожая история. Ну, флакон, конечно же, безумно красивый, да. Прям посмотрите. Красота. Очень красиво, девочки. Цена его... Вот его цена. Маленький объем 77 евро. Побольше, я так думаю, где-то 86. И самый большой... Или это самое большое? А, нет, вот все из 100 миллилитров, по-моему, 100 с чем-то, 113. Вот что-то такое. Вот, ну, флакон очень красивый, девчата. Девочки, уже пошли адвент календарей. Вот адвент календар у Джо Малон. Но цены не вижу. Дальше Бобби Браун. Вот цена, видите, 165 евро. Дальше. Мэджик Финнис. Что-то, 70 евро. Потом такой вот адвент календарь. Какой-то Ассен Бьюти. Потом Клоренс. 128 евро. Бобур. 80. Вот, видите, тут уже Новый год. Адвент календари. Конфетные даже, наверное, есть. То ли игрушечные, елки, там все такое. Лего. В общем, уже Рождество, девчата. Хотя еще очень долго. Но, видите, уже здесь у них все готово. Я очень люблю всю вот эту декорацию. Это все так красиво. Новый год. Видите, разные цвета. Вот розовый. Девочки-ангелочки. В общем-то, да, девчата. Все очень красиво. Новый год. Ой, посмотрите, какие штуки вот эти всякие. Ой, красота. Боже мой, как это все красиво. Как мне иногда хочется быть какой-нибудь кукольной игрушкой, чтобы не жить эту жизнь. Но, к сожалению, мы все люди и проживаем нашу жизнь. Посмотрите на это все, да. Какой Новый год, девчата. Вот эти тоже я очень люблю. Вот эти штуки всякие тоже. Они у меня такие красивые. В общем-то, девчата, уже вот это надо... Ну, я считаю, что это очень рано. Что это все надо делать где-то в ноябре. Ну, октябрь, как бы, не знаю. Как вы считаете?